Доброй ночи, друзья! Мои цыпочки живые. Это меня не может не радовать. Вот так выглядит звучит странно, да? Какие они должны быть? Но я про ту цыпочку, которая слабая, прям слабая-слабая, но он живой. Я про цыпленочка. Вот так, я уже управился. 10 часов, красота. Короче, как-то так. Все накормлены, напоены. Теперь будет такой маленький обзорчик. Вот так. Вот этот малыш. Я только что водички с лекарством намешал. Это последний день с лекарством. Завтра будут пить витаминку. Вот сам! Молодец, сам пьет. Давай еще раз. Нет, еще раз. Слабый-слабый, но ни туда, ни сюда, понимаете? Если бы в брудере было холодно, он бы точно уже давно пропал. А так, короче, карабкается, держится. Ну, думаю, что будет с ним все в порядке. А так, скажу вам честно, они все слабенькие. Вот те, которых старших подсадил, те хорошие. А вот эти, что вылупились последние, все слабенькие. Ну, возможно, мне так кажется. Вроде кушают. Вон, даже мошкару ловят какой-то. Как я понимаю, что слабенькие, типа легкие. То бывают такие прям как комочек, тяжеленькие, хорошенькие, а эти прям такие меленькие. Хватит орать. Обработал я виноград. Вот стоит опрыскиватель сейчас. Только что я его по-новому зарядил. Сейчас вам все покажу, чем его обработал. Никакой баковой смеси не мешал. Эти вот, знаете, вот этих берешь. Эти пузачки хорошие. Вот так. Вот они все. Все такие прям уже. Вот такие большие. Еще и злобный. Гляньте, дерется какой. Видите, что-то дерется. Гляд. Ты что дерешься? Иди кушай. Что-то голодный. Все, все четыре в порядке. Одинакового цвета. Хотя нет, вот этот черненький. У тех белые грудки, а этот черный полностью. Вы видите? Немножко голова. Ладно, все. Тут все нормально. Вот такие вот дела. Вот. Обработал хорусом. Он против барашнистой росы и манилиоза. То есть против и одной болячки, и другой. Вот, смотрите. Виноград. Серая гниль. Аидиум и мильдью. Вот как раз то, что нужно. Шесть грамм на пять литров воды. У меня было на тринадцать литров. Мне прям вот тютелька в тютельку под завязку хватило. Так что обработал виноградник. У меня есть еще вот такие, короче, разные препараты. Я то одно набрал, то другое. Смотрите. Биоликувание. Это профилактика. Бактериоза. Мне нравится слово ликувание. Понимаете? То есть есть препараты. Сейчас я вам покажу. Секунду. Вот так. Вот у меня еще теорет. Это тоже. А вот есть такой препарат. Блуголт. Кто пользовал? Если пользовались, напишите, пожалуйста. Но он, смотрите. Он именно профилактического действия. Он не лечит. То есть у меня же виноградник немножко приболел. А здесь вот написано ликувание. То есть я обработал только что хорусом. Если он не поможет, то я вот обработаю еще этим. 40 грамм 2 пакета на 10 литров. У меня есть 2. И, в общем, я обработаю. Вот так. Посмотрим. Это биопрепарат. Подожду несколько дней и обработаю. Потому что я не хочу, чтобы болячка распространилась по винограднику. И он пропал. Я свинюшек покормил, но они ноют. Они хотят вот это, да? Хочешь кабачок или яйцо? Что ты хочешь? Кабачок или яйцо? Давай и того, и того, да? Ага, вот еще сейчас дам кабачок. Этим я не даю. Они не едят. А вот эти красопедки отлично едят. Так что пусть едят, девочки. По поводу кабачков. Вот свинюшкам, птицам и всем остальным. Много раз говорил, что оно вымывает кальций. И еще, знаете, посмотрите на эту морду грязную. Я не представляю. То есть, как бы вроде не жарко сейчас. Но она где-то вымазалась. Она вот тут где-то в туалет сходила. И давай, так мордой обладать. Такая грязная, как будто где-то пахала огород. Да, девчуль? На кабачки. Вы едите с маночкой прям отлично кабачки. Смотрите. Если у вас много кабачка, вы даете обычную дробленку свиньям. То есть, никаких не покупаете. Ну вот, держите вьетнамцев, да? Им ничего не надо. Даете им обычную дробленку из того, что у вас есть. И у вас начали расти кабачки. И вы им начали давать кабачки. Им очень нравятся кабачки. Они отлично едят. Это им там помогает пищеварению, клетчатка и все такое. В общем, красота. Но кабачки вымывают кальций. А вот особенно свинкам, которые супоростные, ни в коем случае это противопоказано. Нельзя. Просто я вот сейчас добавляю им трикальций и фосфат. Очень дешевая штука. Если вы не хотите покупать, можно обычный мел. Обычный. Только не в строительном магазине. Там какие-то добавки есть. Ну, короче. А можно просто вот взять трикальций и фосфат. Вроде цена килограмма 19 гривен. Даете по инструкции. Вот смотрите. Тут все есть. Все написано. Кому, сколько. Вот. Свиноматки 60 грамм в день. То есть... Ну, это чересчур много. Если как бы... Я даю чуть меньше. Но все равно даю. Вот пока есть кабачки, я даю. У меня есть вот тут еще 4 пакета висит. И я вот добавляю прям дробленку. И эту же дробленку даю курам. И вот куры тоже едят с кальцием. Еще добавлял эту дрожжи. Но они у меня закончились. Поэтому буду в аптеке что-нибудь возьму. Так что вот так. Все очень просто. Свинюшки едят. Но они больше сейчас, наверное, хотят яйца. Я вам говорил, что 1-го числа, 1-го июня я заметил... Почему именно дату запомнил? Потому что кто-то там написал в комментариях, что в день защиты детей... Вроде так, да? Вроде 1-го июня, если я не ошибаюсь. А то сейчас говорю, что запомнил. А сам, может, и не запомнил. Типа я заметил, как селезень мой, который в этих наушниках. Или с бантиком на голове. Топтал утку и все было нормально. Я вам говорил, что проверю под какой-то из уток. Две утки, крякающие, сели на яйцо. И оно пустое. То есть они посидели, а зародышей нету. Видите, как в кабачки идут? Отойди. Отойди, лавруха. Отойди. Сейчас нечаянно по голове попаду. Отойди. Отойди. Не разбил. Потому что боюсь, что сейчас тебе по голове попаду. Кэш, будешь сама потом ныть. Ну и, в общем, теперь вот свинюшкам опять. О боже, я ж тебя не трогаю. Боя гус какой. Кэш. Прямо как свежие, вы видите? Но на них сидели утки. Все, вот такие у них ужины и завтраки. Короче, красота. На. Оп. На. На, девчонки. Еще, знаете, вот они такие, они боятся шумов страшно. То есть, как бы, вот если у того валенка я могу метлой бахнуть по голове, ну, чтобы он замолчал, это бывает. Вот моя метла стоит волшебная, вы знаете. То на этих я в жизни никогда до них не дотрагивался. Но они такие перепуганы, вот после того, как я вернулся. Вот, наверное, от взрыва у них все равно вот остался вот этот стресс. Не знаю, как бы. И такие прям боярузочки две. Ну, вот так. Ну, а так самое главное, знаете, вот как мулардиха не несется, как мы вернулись. Селезни не работают, как мы вернулись. Ну, как бы, я про этого. Про бегунка и про обычного. Ну, вот по какой причине это все. Отойди, подвинься, свинотка грязная. На, оп. На, вкусняшечка. Будешь? Вот тебе, вот такая вкусняшечка. Ну, вот так. Все. И знаете, уже вымя отбивают. Осталось прям уже финишное прямое. Десятое число, а аппарат двадцать пятого. Осталось две недели. То есть, если посчитать, скорее всего, уже сто дней будет, да? С упоростности. Свинки кругленькие. Мамульчика. Кругленькие. Вымя вот начали уже отбивать. Вот такая умничка. И уже поросятки отлично чувствуются, шевелятся. Много, много, не много человек. Несколько читал комментариев, что написали, что типа перегони на тот двор свиней. Не хочу туда перегонять свиней. Будут пороситься здесь. Перед самым аппаратом, если будет время жаркое, установлю здесь обычный вентилятор. Какой-нибудь, ну вот домашний даже большой. Просто вот где-то на столб сюда прицеплю, чтобы он дул вот так. Ну, хотя бы вот так дул в стену. Не на них прямо, а вот так в стену, чтобы вот так воздух здесь циркулировался и будет посвежее. Вот так. На том дворе свиней пока не будет. Пусть оно все будет на одном дворе. Как бы, я не хочу об этом даже разговаривать. Все будет здесь, а там только птичка. Шо ты пришел? Ты ж тебя покормил только шо. Или ты вырос, тебе уже мало одного пакета? Ну, ты наглый. Или ты просто поговорить? Да? Черненький, красавчик. Вот такой хороший мальчик. Вот такой хороший. Что ты мусора в хвост себе понабирал какого-то? Где лазил? Где лазил? Вот такой молодец. Саймон, ты уже освоился, да? Он не спит там, где кормушка. Он гуляет ночью, спит где-то там под навесом. То есть он не остается даже в сарае на ночь. Потому что, ну, как бы там свежо, там можно погулять. И еще я заметил, что он в туалет стал ходить на улицу. Молодец. Молодец. Может, привыкнет и будет ходить на улицу, да? Красавчик. Ну, вот так. Все, девчонечка. Еще я думаю, что я как попаду в аптеку, нужно кальция поколоть овсянке. Да, я думаю, и манке можно поколоть. Он лишним не будет. Сейчас свиноматки теряют очень много кальция. Потому что последние недели пошли с упоростности. А в это время поросята набирают вес. И очень костяк у них растет. Поэтому свинюшки тратят очень-очень много кальция со своего организма. Они, во-первых, уже в возрасте, девки. Ну, ты грязная морда. Где так можно было ее замазать? Ух, и свинота. Ну, вот так. Тут все хорошо. Мне кажется, что им даже холодно. Наверное, на ночь им закроют. Потому что, когда была жара, они собирались в тот угол спать. А сейчас вот ушли дальше от окна вот туда и собираются там. Я вот большую поилку, та, которая была у курочки карликовой, у петуха, забрал им. А у них забрал туда поилку. Потому что, ну, как бы я вам сказал, что и поилок, и кормушек мало. Ну, вот так. А вот эти банки переворачивающиеся я не захотел ставить там, где есть утка. И тут, потому что они уже большие, залетают на банку, а потом спрыгивают и ее переворачивают. Только вот такие, которые фиксируются. Так удобно. Хоть они вот и залетают наверх, гадят сюда, но хотя бы не переворачивают. Да, красопедик. Ты мой хороший. Вот такой мальчик хороший. Все, все, пообнимались чуть-чуть и хватит. Иди отдыхай. Вот такой дружочек у меня, да? Ой, хороший мальчик. Хороший. Пузатый. Сколько можно жрать? Или он просто пришел поговорить, да? Ходит тут, владения свои проверяет, да? Вот такой красивый. Там еще написали породистый кот в сарае. А если он начал жить в сарае, и когда родился, никогда не жил в доме. Кошка родила его в Синовале, ну вот в Синяке. Это тетя Нина, кошка, и она родила его в Синяке. Он жил в Синяке, а теперь живет в сарае. Как вы думаете, он переживает за то, что он не живет в доме? Я думаю, нет, потому что он и не понимает, что это такое. Он кушает покупной корм, как будто он домашний кот. Единственное, что этому коту, так как Сильверу нашему домашнему, мы не покупаем туалет. Ну, наполнитель. Этот ходит куда угодно. А так, сухой корм и влажный корм. Да? Все? Поела? Давай тебе пузико попробуем. Шевелиться, пупсики. Мамульчика. Давай, выворачивай. Такая уже пуза чистая. А морда черная. Ты где так вымазалась, чума? Давай. Давай, вот так выворачивай живот. Давай. Давай. Вот. Во. О. Вот умничка. Сейчас посмотрим, шевелятся пацыки, нет? Ой, скачут. Уже прям чувствуется, сильно толкаются прям вообще. Вот, уже прям видно. Даже не то, что слышно, а видно. Вот, видите, все шевелится. Как вам сфокусировать? Оп. Вот, все скачет. Вот же прям прыгает поросенчик. Уже они большие. Осталось две недели. Они уже такие. Грамм, наверное, по 200. За последние две недели вот прям наберут вот этот вес капитальный. Все. Вот такие девчонечки, да? Хорошие мамульчики. Только были поросята, будут новые. Скоро, да? Все. А ты что пришел? Ее глажу, а тебя не глажу, да? Скажи, это еще что такое? Все. Овсяночка, молодец. Вроде и не сильно он ее покрывал. Но при этом 3-4 дня он ее точно покрыл, потому что пузатенькие девочки. Все. Вот так. Сейчас отнесу цыплятам еще кабачок. Видите, как всегда гуляют среди ночи. На, раз. На, смотрите, как они его любят. У них дробленка та же, что и свинюшек с кальцием. Так что чуть-чуть можно. Все, пусть едят. Ну, а мы будем заканчивать. Пепка, ты поела? Поела, Пепуль? Посуду за собой помыла? Умница. Пепа, девочка, насчет этого молодец. Поела, посуду помыла. Все, выходим отсюда. А еще Марина говорит, Артему покажи поросят. А я себе думаю, а есть у меня поросята? Мне кажется, у меня уже нет поросят. Это уже какие-то пиццвинки, да? Это уже что-то большое. Так что поросята будут совсем скоро. Через 2 недельки поросята размером как голова у этого поросенка. А это уже большие. То есть сейчас появятся поросята, вы скажете, боже, какие эти огромные. Хотя, вот они как бы вроде и растут, но при этом все равно, когда их видишь каждый день, кажется, что они не сильно большие. Но когда сейчас появятся новенькие, то эти, конечно, будут хорошие. Ну, вот так все. О тебе боже! Адарочка, все поели? Все поели. Молодцы. Все, забираем яйцо и расходимся. Вот так. Это на то, что кушать, 7 штучек. Вчера тут было 12. Сегодня 7. Я считаю, что это нормально, потому что, как бы, они уже девки в возрасте. Вот так. 7. Ну, а эти, а эти молодцы. Тут по-другому не скажешь. Это молодежь, так что эти несутся капитально. Смотрите. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. 64 яйца, а там 7. 71. Ну, вот так. Сегодня 71. Вчера было побольше. Но тоже хорошо. 64. И тут вот за 2 дня. За 2 дня вот такое количество. Сейчас соберу, будет точно пол ведра. Все. За 3 дня пол ведра. И еще хотел сказать. Утка. Нет, не утка. Утенок, который от коричневой утки, беленький. Я вам сегодня заходил, показывал. Он такой был чумный. О, боже мой. Он пропал. Короче, там остался 21 утенок. Я склоняюсь к тому, что это когда она на меня нападала, она крыльями билась. И вот она их прибила сама. Чокнута. Ну, все, ребята. Что мои мокрые трогают. Всем большое спасибо за просмотр. Саймон от меня не отходит. Кругами со мной вот сюда, туда, сюда ходит. Молодец. Все поели. Молодцы. Хвалю вас. Хвалю. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. Это получается за 3 дня около 200 яиц. Еще 3 дня пособираю. И вот где-то 400 штук буду закладывать. Если из 400 вылупится 75%, это 300 цыплят. Из 300 цыплят половина петухов. То есть, как бы, ну, чтобы вы понимали объем. Кажется, что вроде 400, это так много. И плюс у меня просили маленьких цыплят, маленьких перепелят. Так что, может, кто-то купит. Ну, а если не купят, продам взрослым, потому что взрослых точно просили. Так что, вот такие вот дела. Это не будет на постоянку закладка. То есть, это я вот сейчас один раз закладу. И все. А потом, возможно, как-нибудь попозже. Еще после... Ну, перед тем, как буду убирать эту птичку. Она занеслась в июне. Получается, что где-то перед Новым Годом ее нужно убирать. Менять на новую. Так что, вот так. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ну, и всем пока-пока. Продолжение следует...